Это интервью дня. Я Константин Ганов. Здравствуйте. Как известно, влияние алкоголя на сердечно-сосудистую систему летом в жаркую погоду усиливается. Как же избежать возможных проблем? Гость нашей студии Анна Ефремушкина. Доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист, кардиолог Министерства здравоохранения Алтайского края. Здравствуйте, Анна Александровна. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, с какого возраста начинают проявляться сердечно-сосудистые заболевания? Ну, сейчас алкоголь пока опустим. Как правило, после 40 лет. А, то есть я уже попадаю в эту категорию. Я тоже. Буквально, да, мы с вами попали в эту категорию. То есть, грубо говоря, два года назад можно было не обеспокоиться или год назад, а сейчас уже нужно начинать. Ну, это не абсолютная же цифра. Но, тем не менее. А как употребление алкоголя усиливает возможные риски? Сегодня много есть данных по поводу употребления алкоголя. И, в общем-то, считается, что безопасное разовое употребление алкоголя – это одна-две дозы. Ну, вот, если посчитать на пиво – это 330 мл, на вино – 150 мл, а крепкий алкоголь – это где-то 45 мл. Пытаюсь представить, что такое 330 мл – это же меньше кружки. Так и есть. Ну, лучше тогда вообще не пить, чтобы не мучиться расчетами. Вот, если вообще не пить, насколько уменьшается риск заболевания вот этими неприятными вещами? Если не употреблять алкоголь. Ну, такую статистику, к сожалению, у меня такой статистики нет. А что касается увеличения заболеваний, то точно известно, что употребление алкоголя увеличивает повышение артериального давления, развитие гипертонии, увеличивает вероятность развития нарушений ритма и внезапной сердечной смерти, и увеличивает вероятность развития как инфаркта миокарда, так и развития сердечной недостаточности. Ну, а как же тот знаменитый миф о том, что алкоголь расширяет сосуды, и, значит, давление должно, если оно повышенное, понизиться? Ну, кроме этого известного мифа, есть и другие свойства алкоголя. Ну, и, в частности, это вероятность развития нарушений электролитов, и вследствие этого могут развиваться нарушения ритма. Ну, вот известная такая у нас фибрилляция предсердия, да, известное достаточно нарушение ритма, которое с возрастом развивается почти у 40% людей, она еще иначе называется аритмия праздничных дней. Фибрилляция предсердия – это что, чтобы было понятнее? Ну, это когда нет полноценного вклада предсердия в сокращение сердца непосредственно, и кровь ее меньше поступает. То есть кровь недостаточно хорошо протекает по сосудам, а кровь – это и есть вот тот самый электролит, о котором мы говорили. Нет, электролит – это составляющая, в частности, не только крови, но и воды, ну, там, калий, натрий и так далее. И алкоголь это все дело разбавляет? И алкоголь это все дело усугубляет, и вот эти электролитные нарушения, ну, вы наверняка с этим тоже сталкивались, я думаю, да, мы все смертные, все люди, что после возлияния на следующее утро хочется пить жидкость. Есть такое, да. Жидкость, да, то есть вот алкоголь как раз вызывает вот это уменьшение, то есть так называемая гиповолемия, то есть когда… То есть похмелье – это и есть гиповолемия. Да, жидкость, необходимо восполнять жидкость. Естественно, что страдают все органы и ткани при этом, и сердце, не исключение. И сердце тоже, да. А как же еще по поводу одного мифа, что избавиться от похмелья лучше всего спиртным, небольшой дозой? Ну, вообще, миф есть миф. Конечно, он улучшает состояние. То есть немножечко можно? Недолго, но ненадолго. И, конечно, лучше использовать жидкость, ну а лучше не злоупотреблять алкоголем. Просто могу привести вам такие данные, что, вот знаете, да, в Мюнхене проводится так называемый октобер фест. Это такой праздник, да. Так, как у нас Алтайфест. Да, нечто подобное, но там это все сопровождается очень большими возлияниями алкоголя. И исследовали достаточно здоровых людей, это мужчины были в большей степени. И оказалось, что те, кто вот употребляет алкоголь, и за короткий промежуток во время октобер феста... И большой объем. И большие объемы у них, у 30% из них были нарушения ритма сердца. Ну вот, так что, большой объем, за малый промежуток. И все они, как правило, были старше 40? Нет, различные возрастные группы были после 30. Взрослому человеку как часто и когда начинать посещать кардиолога? Взрослый человек, ну, у нас есть возовское определение, что есть взрослый человек. 18-45 лет – это средний возраст, да. А 45 – это, вернее, это молодой возраст до 45-65. А, то есть мы с вами еще молоды, отлично. Это средний возраст, да. И старше 65 лет – это уже пожилой. И, в общем-то, вот все наши шкалы основные, которыми мы пользуемся, и кардиологи, и терапевты, они начинаются от 40 лет. И в плане, ну, не просто кардиолога. Я думаю, что речь идет и о враче, и о диспансеризации, которая с 18 лет должна проводиться каждые 3 года. Поэтому врач выявит, как часто вам надо посещать и кого, и направит вовремя к кардиологу. Это врач-терапевт, можно сделать. Но если кто-то не любит посещать врачей, в плане кардиологии, на какие симптомы следует обязательно обращать внимание для того, чтобы обратиться к врачу? Это может быть головная боль, это могут быть головокружения, это могут быть обморочные состояния, это может быть боль в грудной клетке, особенно которая провоцируется нагрузкой. Это боль в левой половине клетки грудной с радиацией, в левую руку, в челюсть, и одышка, как ни странно, одышка. Ну, так одышка встречается достаточно часто, особенно у тех, кто перенес ковид или другие легочные заболевания. Ну, вот врач для этого и существует, для того, чтобы провести дифференциальную диагностику и понять, что это за одышка. А какие типы головной боли? Они же бывают разные. Лобные доли болят, виски и так далее. Просто я перенес очень много видов головной боли и не представляю, на какой из них следует обращать внимание. Ну, вообще, при повышении артериального давления наиболее часто это сжимающая, давящая такая боль и чаще всего все-таки височная область, но и она может быть и пульсирующей. То есть самодиагностику можно проводить, и она как бы имеет место быть? И сегодня это несложно, потому что мы все должны после определенного возраста иметь у себя дома измерительные аппараты и измерять артериальное давление. Существует мнение, что рабочее давление, нормальное давление для разных людей разное. То есть у некоторых рабочее давление повышенное. Как таким людям? Насколько сложнее им следить за своим здоровьем? Сегодня нет такого понятия рабочего давления. То есть это тоже миф? Его уже давно-давно развенчали. Сегодня есть целевые уровни артериального давления. И мы понимаем, что нормальное давление это 130-120 верхнее. И нижнее это не ниже 70, то есть 80-70. Вот это целевой уровень артериального давления. И когда мы видим, что оно несколько повышено, мы уже настораживаемся. Профилактика сердечно-существенных заболеваний какова? Какой она должна быть у обычных людей? Знаете, необходимо исключить алкоголь. Совсем? После 40? Исключить курение, контролировать свой вес, иметь адекватную физическую нагрузку. То есть не менее 30-45 минут, не менее трех раз в неделю до одышки. То есть физическая нагрузка должна быть до пота, не просто так. Это, ну и кроме того, конечно, контролировать уровень холестерина. И сегодня, как ни странно, это контроль уровня глюкозы крови. То есть каждый человек в домашней аптечке должен иметь глюкометр? Вовсе нет, но для этого и существует диспансеризация. Каждые три года, если вас доктор приглашает, он не просто так это делает. Это делается для того, чтобы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Слушай, время наше подошло к концу. Большое вам спасибо за ваш труд, за то, что объяснили, как следует действовать. Всего доброго и будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok